В Алматы может разразиться международный скандал. Строящийся в южной столице лаборатория Пентагона для работы с опасными инфекциями может стать угрозой для города. Такое мнение высказывают некоторые эксперты. Объект, который сдадут в эксплуатацию в следующем году, будет хранить штаммы таких заболеваний, как чума, холера и сибирская язва. Потенциально эти инфекции могут быть использованы в качестве биологического оружия. Опасения по этому поводу уже высказывают и российские ученые. Жанна Архимжанова выслушала мнение сторон и одной из первых побывала на строительной площадке стратегического объекта. Вот здесь будут находиться автоклавы. Это именно очистные сооружения для стеклянных пробирок, которые будут использоваться в лаборатории. Именно в этой зоне будут очищаться. Строеплощадку будущий референс лаборатории сегодня впервые открыли для прессы. Работы идут полным ходом. К концу этого года сюда должны завести штаммы наиболее опасных патогенных микроорганизмов, которые вызывают чуму, холеру, сибирскую язву и другие инфекции. Деньги на возведение объекта и его полное оборудование выделили Соединенные Штаты. По некоторым данным, строительство лаборатории обошлось ни много ни мало в 100 миллионов долларов. Впервые с предложением построить в Казахстане референс лабораторию американская сторона обратилась в начале 2000-х годов. В течение 10 лет шли переговоры и вот в 2010-м началось строительство. Сейчас здание готово примерно на 40%. Казахстанские ученые с удовольствием восприняли инициативу. Широкий жест американской стороны насторожил разве что ближайших соседей. О том, что в референс лаборатории заокеанские гости могут проводить военные биологические исследования, первыми заговорили российские чиновники. В 2011-м бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко приехал в Алматы убедиться в обратном. После чего разговоры поутихли. Однако некоторые эксперты до сих пор высказывают сомнения о назначении этой лаборатории. Казахстанские же специалисты уверены, что строительство объекта – всего лишь жест доброй воли со стороны США. Легче предупредить на дальних подступах от Америки. Помочь Казахстану, скажем, улучшить диагностику, улучшить лечение. Тогда меньше рисков завоза в Америку. Казахстан подписал многие международные документы, в частности конвенцию, которая запрещает любые испытания, любые производства, любые исследования биологического оружия. Казахстанские эксперты считают, что строительство подобной лаборатории представляет угрозу, в первую очередь, для Алматы. Здесь нет никакой политики. Угроза связана больше с сейсмической опасностью. Алматы находится в зоне 9-бального землетрясения. Не дай бог, если здесь произойдет разрушительное землетрясение, кто даст гарантию, что вот эти все патогены, вот эти все опасные штаммы и возбудители, с которыми будет вестись работа, они не вырвутся на свободу. Американские подрядчики казахстанской лаборатории, тем не менее, уверены, что здание, которое они строят, станет самым сейсмостойким в Алматы. Известно, что принимать объект в эксплуатацию будут не только отечественные специалисты, но и архитекторы из США. Впрочем, чумологи признаются, что подобную лабораторию Казахстан мог бы построить и своими силами. Но, судя по всему, от заманчивого предложения американцев отказаться было невозможно. В эксплуатацию лабораторию сдадут в 2015 году. Представители Соединенных Штатов даже пообещали, что претендовать на объект не будут и после окончания строительства здание передадут в полную собственность Казахстану.